Всемирная организация здравоохранения раскрыла подробности о штамме Омикрон. В частности, что новый штамм распространяется быстрее, чем предшествующий. Причем с ним не справляется даже иммунитет человека, уже привившегося существующими вакцинами. Аналогичная ситуация наблюдается и с людьми, переболевшими коронавирусом. Правительство Германии повысит минимальный размер оплаты труда в начале 2022 года. Это затронет более 7 миллионов человек. После официального принятия закона большинство из них сможет получать за свою работу не менее 12 евро в час. Роуминг внутри Евросоюза не будет введен как минимум в течение следующих 10 лет. Так жители Германии и других стран ЕС смогут пользоваться своими минутами и СМС по всей Европе без каких-либо дополнительных затрат. Новый ночной поезд свяжет четыре столицы в Европе – Берлин, Амстердам, Брюссель и Прагу. Запланированный на апрель запуск маршрута отложили до лета 2022 года. Это связано с тем, что пассажирам хотят предоставить комфортные спальные вагоны. Стоимость билетов пока не разглашается. Редактор субтитров А.Семкин